Знаете как определить какой провод фаза без индикаторной отвертки или других приборов? Берем стакан воды и опускаем туда провода. Один из них закипел, значит это и фаза. Приветствую друзья! Цифровой роли с Алиэкспресс, или циклический таймер еще его называют. Средняя цена 7 долларов. Что он может? Через заданный промежуток времени включить что-нибудь на определенное время. Это может быть освещение, орошение, автоматическая кормушка для животных, или как в моем случае вентиляция. Запитывается реле от 12 вольт. На выход выдает соответственно тоже 12 вольт. Есть варианты таких таймеров на 5 вольт и на 24 вольта. Сейчас быстро сделаю демо, как все это работает. Потом расскажу подробнее про тонкости подключения и режимы работы. К примеру, нам надо, чтобы вентилятор работал 10 секунд, отключался и через 10 секунд включался снова. На верхнем красном табло выставляем 10 секунд. Это сколько будет работать наш вентилятор. На нижнем синем табло выставляем, сколько он будет простаивать. Все, наша схема заработала. Теперь он 10 секунд крутит и 10 секунд простаивает. Через 10 секунд включится снова. Теперь подробнее о подключении всей этой схемы. Я человек, плохо разбирающийся в электричестве. Минимум знаю, конечно. Надо знать, от скольки вольт питается устройство и через два провода столько вольт к нему и подсоединить. В нашем случае 12 вольт. Значит, нужен трансформатор, который будет преобразовывать из 220 вольт к 12 вольт. А, еще недавно узнал, что 220 есть ноль и фаза. Знаете, как определить, какой провод фаза без индикаторной отвертки или других приборов? Можно, конечно, потрогать, какой провод трахнет, тот и фаза. Но ни в коем случае так не делаете. Еще, если электрики сделали все правильно, то коричневый провод фаза, синий провод ноль. По аналогии, что синий, значит холодный и без напряжения. Мы сделаем по-другому. Берем стакан воды и опускаем туда провода, сделав немножко между ними расстояние. Опустили провода в воду и, видите, один из них закипел. Значит, это и фаза. Но проводите такой эксперимент аккуратно. Убедитесь, что рядом нет детей, которые могут туда сунуть руку. Или домашних животных, которые туда нос сунут. Да и сами пальцы не вздумайте сунуть. В нашем случае подключение к 220 вольт и фаза роли не играет. Трансформатор сам перевернет как надо и пустит плюс на красный провод, минус на белый. А вот, подключаясь к роли, уже нужно смотреть. С трансформатора красный провод подсоединяем на клемму ВЦЦ, белый провод на ГНД. На клемму С1 и С0 подключаем наш потребитель вентилятора. Но есть один нюанс. Запитать просто роли мало. То есть подсоединить трансформатор, а с этой стороны потребитель недостаточно. Как научно объяснить, точно не смогу. Если условно, то подпитка нужна и вентилятору. Или что вы хотите на этот конец подцепить. Даже на схеме, которую дают к описанию товара указано. Видите, эта батарейка указывает на дополнительную подпитку. А мы обойдемся без нее. Для этого хитро подключимся. Вот прямо как вам дядя будет сейчас показывать, так и делаете. Те, кто разбирается в электричестве, они поймут. Ну а те, кто нет, поверьте, делайте так. И будет все работать. Плюс трансформатора и плюс вентилятора. Вместе подсоединяем к ВЦЦ. Или ВЦЦ по-английски. Тогда это GND. Ладно, главное, что все понятно. Еще нам понадобится дополнительный кусочек провода. Кусочек провода и минус мы подсоединяем на клемму ГНД. Законтачиваем его на клемму С1. И минус вентилятора законтачиваем на С0. Теперь подключаем к 220 и настраиваем параметры реле. С подключением проконсультировал мой хороший друг. У него есть канал НСЭП. Где со своей прекрасной ассистенткой рассказывают про тонкости аудиотехники, звукозаписи, фотографической и видеоаппаратуре. А также много фильмов на интересные научные темы. Обязательно зайдите на канал. Найдете много полезного и интересного. Ссылку на канал НСЭП оставлю в описании под видео. Монтируется просто. По принципу, как в панель автомобиля вставляются датчики или рулюхи. Сбоку есть защелки. Вдавливаем и закрепляем. Рылюха стала отлично. Теперь можем ей управлять вентиляцией. Делая встроенный шкаф или гардеробную, мы зачастую забываем про вентиляцию. Потому что одежда даже после стирки и сушки сохраняет какой-то процент влаги. И он постепенно выходит, скапливаясь в гардеробной. Появляется запах затхлости, а иногда даже плесни. И для этого я оборудовал вентиляцию. В нижней части одной стены сделал отверстие для забора воздуха. И в верхней части стены отверстие для выхода воздуха. Там как раз и стоит наш вентилятор. Чтобы он не молотил на постоянку, для этого и установлено реле. Теперь займемся настройкой реле времени. Также реле может работать в разных режимах. P01 это в минутах. P02 это значит в часах. Через 6 секунд он автоматически принимает режим. То есть не надо его подтверждать никакой кнопкой. И теперь если мы будем выставлять наши параметры, они уже, например, в часах будут. То есть 6 часов он будет работать. И, например, 2 часа отдыхать. Вернемся опять к секундам. Также есть различные циклы. В следующем нажатии мы уже можем разные циклы выставлять. П1 и пятерка это значит цикл непрерывный. Это задержки цикла. То есть он может работать только один цикл. Включился, выключился и все. И больше не работает. Более подробно я оставлю ссылку в описании по всем режимам. Потому что цирка не очень-то наглядна получается. Кстати, это реле можно использовать в автомобилях. К примеру, запрограммировать на определенное время включение обогрева зеркал. Если у вас, например, такой четкий график, вы знаете во сколько вы выходите. Можете, например, за полчаса включить обогрев стекол. Единственное, в грузовиках только надо использовать реле на 24 вольта. У них аккумулятор 24 вольтовый. Хороший таймер. Очень широкое применение. Кстати, если у вас есть еще какие-то идеи, где его можно применить, то не сочтите за труд. Отпишитесь в комментариях. Где найти товар на Алиэкспресс? Ссылка в описании под видео. И не забудь поставить лайк. И не пропусти новый обзор. Подпишись на канал. Ссылка в описании под видео. Продолжение следует...